итак нужно ли делать такую защиту вот здесь для закрытия радиатора сейчас обсудим нужно ли и как ее сделать смотрите видео на бампере левая нижняя ячейка это место куда идет воздух в интеркулер он стоит слева по центру чисто радиатор справа в нижней части там вообще все заглушено поэтому центральную часть мы полностью можем глушить так как есть еще верхняя часть радиатора это повысит температуру двигателя и соответственно охлаждающей жидкости и так с чего все и началось я ехал из дому уже 30 километров на улице минус 0 5 градусов а у меня так и не поднялась температура выше 70 градусов нормальная рабочая температура это около 90 поэтому было принято решение что все-таки необходимо каким-то образом утеплиться один из способов это закрыть переднюю решетку сейчас посмотрим чтобы поступить на зиму и закрыть полностью нижнюю решетку но тут тут можно поступить несколькими способами можно купить специальный набор для конкретной skoda и там или для любого автомобиля зачем это нужно у меня больше 70 градусов не поднимается температура на улице 0 минус 2 что же будет но это ненормальная температура для двигателя нижнюю часть решетки у меня их две на капоте и нижняя нижнюю закрой тем больше сюда бросает много грязи и будет забивать нижнюю часть радиатора я хочу поставить сюда накладку вырезать ее не купить а вырезать из какого-нибудь материала у меня есть например материал это линолеум не остался а есть вот такой винил я даже уже разрисовал не на винил это минетный такой миллиметровый материал какой-то но он немножко гибкий поэтому не уверен что он не будет там загибаться отрежу вот с этого что нужно сделать я сейчас меряю здесь ширину отрежу полоску такой ширины чтобы он как раз в пазы сюда заходил а потом вырежу эти закругления что будем делать дальше посмотрим значит здесь у меня если взять по закруглениям 11 сантиметров 11 сантиметров два миллиметра 11 2 112 миллиметров ну вот я сейчас отмеряю вырезаю полоску и буду ее сюда примерить отмерил я 11 2 беру ножницами просто отрезаю я так подрезал здесь он такой криволинейный подрезал угадал криволинейность в принципе с этой стороны угадал сейчас еще на этой стороне точно также подрежу чтобы полностью закрывала всю решетку я вот уже подрезал обе части соединяется прилично что теперь делаем смотрим где у нас есть перегородки отмечаю но через несколько допустим здесь и вот здесь и теперь буду нас сверливать отверстие одну с этой стороны в одной с этой стороны и прикреплять стяжками на ту сторону и так закреплю полностью а сверлить буду прямо сверлом с таким расстоянием чтобы можно было нормально стяжкой закрепить как бы и так делаем по всей поверхности и и теперь в этом месте закреплять буду на ту сторону чтобы чтобы с лицевой стороны было не видно буду затягивать на ту сторону ну собственно и так и так закреплю по всей поверхности все так затягиваем все и можно будет установить покажу как все получилось конечном итоге вот так все получилось почему лучше сделать на зиму спереди закрытое пространство вот эти решетки были бы здесь открыты зимой это обязательно забрасываются грязью снегом и чтобы образовывалась такая каша налить и не ничем не отмоешь так просто смыл и все если летом делать защитную решетку тут допустим поставить какую-то сетку то лучше конечно с этой стороны чтобы она здесь можно и можно и с этой стороны но зимой лучше с этой стороны сделать все равно потом ее снять постоянно наброс песка с солью будет это все время будет забиваться и замерзать ну а как уже она будет выглядеть на автомобиле тоже покажу